иеромонах тихон барсаков архиерей архиерей книга загадка достоверно известно только то что она была написана на рубеже 19 20-х веков а ее авторе мы практически ничего не знаем пастырство как творческое горение духа вот основная тема ее главный герой архиерей имени которого не сообщается отказывается от положенных ему привилегий проводит живые неформальные беседы со священниками принимает искреннее участие в жизни своих чад стремясь тем самым воплотить евангельский дух в жизни несмотря на то что история создания повести покрыта тайной это произведение снискала любовь многих поколений часть 8 рассматривая нашу обыденную жизнь мы видим что в ней к одному можно относиться безразлично то есть можно его делать можно и не делать к другому нельзя то есть это другое приходится делать обязательно так можно например пойти или не пойти в театр следовать или не следовать моде соблюдать или нарушать правила приличия и так далее но нельзя например нарушить при ходьбе закон равновесия противном случае придется упасть и расшибиться к тому что установлено человека можно относиться безразлично но к тому что установлено помимо воли человечества то есть богом относиться безразлично нельзя если человек использует последнее получает пользу а если нарушает ущерб значит если человек терпит ущерб страдает то причина лежит в нарушении какого-либо закона так если человек упал и расшибся то это значит что он нарушил закон равновесия мы все страдаем и мучаемся жизнь для всех стала невыносимой это от того что нарушаем христианство но разобраться в причинах наших несчастий не можем благодаря неправильным понятиям о грехе о наказаниях об аде о смерти люди понимают грех как нечто соблазнительное хотя и преступная а я говорю вам грех это те недостатки изъяны в человеке и в его жизни которые может видеть каждый из нас грех это лысая или пляшивая голова гнилые зубы трясущиеся руки потливы и ноги бледное худое осунувшиеся лицо или наоборот ожиревшие впалая грудь синева под глазами испорченное зрение тупой слух гнусавый шепелявый или кортовый язык испорченное пищеварение большой живот расстроенная половая система неправильное кровообращение и так далее грех это слабая память тупой ум извращенный вкус плохая трудоспособность отсутствие инициативы слабосилие и всякая фальшивость везде и во всем грех это вялая неуклюжая походка бессвязная речь сиплый голос бессмысленный взгляд глупая улыбка сонливый вид отвратительные манеры неприятный безобразный вид уродливое телосложение и тому подобное грех это хамство мещанство это та заедающая человека среда которая принимает его обезличивает губит в нем лучшие его стороны грех это всякая ненормальность неправильность в ходе жизни человека всякая остановка в его развитии это дисгармония в человеческой природе все то что ведет человека к медленному умиранию к маразму к умственному нравственному и физическому вырождению грех далее это насморк кашель лихорадка геморрой чахотка холера дифтерит одним словом всякая болезнь подтачивающая здоровье человека а так как нет на свете человека абсолютно здорового совершенного поэтому и говорится что все мы грешны перед богом вот что такое грех с точки зрения истинного понимания христианства этот грех у всех перед глазами и всякий имеет возможность разобраться в том кто как и чем грешен тут нет места никакому фарисейству и ханжеству этот грех всеми признается и сознается никто не вздумает соблазняться и прельщаться им наоборот все ищут от него спасение и только немногие догадываются что от этого именно греха и спасает людей христианство неправильно смотрим мы на божье наказание на божий суд мы смотрим со своей обыденной точки зрения то есть как на человеческое судопроизводство оканчивающиеся или оправданием виновного или осуждением его с изложением наказания забываем мы что божий суд состоит в том что свет пришел в мир упускаем из виду что бог есть неизреченное милосердие и бесконечная любовь бог никого не наказывает и тем не менее наказание существует и при том именно здесь на земле наказание божие это те роковые последствия которыми неизбежно сопровождается нарушение всякого установленного богом закона это те физические и нравственные страдания которые причиняет человеку грех это все то что делает жизнь человека несчастливой тяжелой и невыносимой ад это наша нынешняя жизнь с ее всевозможными лишениями мучениями страданиями с ее тоской слезами скорбями и горестями ад это общественная жизнь в которой задыхаются люди это наша семейная жизнь с которой только отчасти приподнял завесу лев николаевич толстой в своей крейцеровой сонате ад это безидейная служба бессмысленное знание бесплодный труд все то что свободных разумных людей превращает в жалких человечков футляре ад это не имение куска насущного хлеба вынужденная нищета голод телесный и духовный ад это дряхлая безотрадная беспомощная безобразная старость уничтожающая в человеке ум и волю притупляющее чувство приводящая его ко второму детству ад это истощенная не производящая никакой растительности земля это кишащие болезнетворными микробами источники зараженные местности гнилые болота зловонные ямы нездоровый климат вредные испарения и так далее мы все уже в аду прислушайтесь к жизни людей вы услышите кругом плач стоны искрежет зубов найдите хоть одного здорового жизнерадостного цветущего счастьем человека который от колыбели и до гроба не испытал бы тени неудовольствия мы много найдем людей сытых довольных собой по-видимому счастливых не верьте их счастью это захлороформированные или загипнотизированные как лежат под хлороформом не чувствуют боли не видят ни прочих больных не занесенного над ними ножа хирурга так и эти люди муки ада отстраняют от себя удобствами жизни и думают что они счастливы но первая же неудача первая серьезная болезнь или незаметно подкравшаяся дряхлая старость разбивают их иллюзорное счастье и они начинают страдать не подозревая что попали в ад от этого то ада в котором сидят уже все одинаково и верующие не верующие в него от этого именно ада и спасает людей христианство много путаницы в наше понимание христианство внесло понятие смерти она именно поселила в человечестве равнодушие христианству христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ смерти празднуем умершление таковы слова победных песен христиан а смерть как бы смеясь над ними косит и людей и слыша ее адский хохот затихают победные христианские клики в настоящее время эти песни за смысл которых люди шли раньше на костры поют со устами наемных людей а христиане только слушают и восхищаются не смыслом их слов о мелодии люди думают что на свете существует одна только смерть одинаковая для всех на самом деле в мире две смерти или точнее два вида смерти смерть естественная которой должны были бы умирать люди и смерть неестественная которой в действительности умирают почти все люди та смерть которую мы видим почти ежедневно смерть начинающиеся болезнями кладущими человека на смертный одр и сопровождающаяся предсмертной агонией смерть мучительная наводящая на человека страх и ужас лишающая его самосознание и заставляющая бояться и трепетать приближение смертного часа смерть превращающая тело человека в зло смрадный труп эта смерть неестественная ненормальная неправильная уродливая такая которой не должно было бы быть в мире на нее ошибочно смотрят как на всеобщий закон природы закон необходимого разложения составных частей на элементы или переход от одной формы бытия к другой от жизни с грубым материальным телом к жизни без тела переход этот совершенно безболезнен не предваряется никакой агонией человек все время сохраняет полное самосознание ясно чувствует что конец его приближается но ждет он этого конца не только без страха с полным спокойствием но даже с радостью испытывает чувство похожее на ту истому которая наступает после трудового дня когда начинает сильно клонить ко сну разложение тела после такой смерти совсем не такое какое бывает при смерти неестественной там гниение сопровождающиеся известным трупным запахом труп в короткий срок превращается в зловонную массу кишащую червями тут эти явления отсутствуют на теле не появляется трупных пятен тяжелого запаха нет наоборот иногда сильно слышится ароматный дух самый процесс разложения затягивается иногда на сотни лет неестественную смерть человека можно уподобить несозревшему зерну она присыхает к скорлупе которую приходится отдирать с трудом если бы зерно одарено было человеческой способностью чувствования то она испытывала бы те же муки которые переживает человек в минуты отделения души от тела при неестественной смерти смерть естественная похоже на вышелушивание вполне созревшего зерна которая беспрепятственно отделяется от скорлупы и само спешит упасть в землю христос поправ смерть неестественную как причину всех мук человека в дальнейшей его жизни христианство зовет людей спасаться от этой неестественной смерти действительно спасает дает им возможность достигать смерти естественной то есть свободного и радостного перехода к другой форме бытия к иной жизни и от греха и от проклятия от смерти люди спасаются силой господа нашего иисуса христа мы веруем что этой силой обличена иерархия и спорим только о том какая иерархия старообрядческая или православная спорим без конца без результата не сегодня и не вчера начался этот спор решим же этот вопрос так как разрешили спортех столяров о которых я упомянул в начале теперь мы знаем от чего спасает людей христианство идите же и спасайте людей сможете это сделать значит и у вас есть сила божия и ваша иерархия благодатна а тогда нам остается только подать друг другу руки чтобы дружнее взяться за совместную работу за великое дело возрождения и обновления людей если не сможете и увидите спасающихся у нас не упорствуйте идите к нам а миссионерские беседы как не достигающие цели и только развивающая страсть пустого словопрения я с нынешнего же дня закрываю в каждом языке есть много слов означающих предметы которые существовали когда-то но теперь исчезли вышли из обихода повседневной жизни люди не выбрасывают этих слов из лексикона сохраняют их как наследство от предшествовавших поколений не видя предмета которая обозначала когда-то это утратившая теперь свой смысл слова люди составляют на основании тех или иных данных предположительный образ того предмета и смотря потому как воспроизведен предмет толкует слово так или иначе но вот роясь в пыли археологических раскопок человек находит самый предмет с недоумением смотрит он на него и невольно восклицает так вот это и есть то самое а я то думал и странным кажется человеку какое в самом деле имел он право так думать в таком именно недоумении сидели слушатели миссионерской беседы владыка давно уже кончил свою речь и сошел с кафедры а в зале продолжала царить тишина никто не пошевельнулся о всех в голове мелькала одна и та же мысль так вот оно и есть то самое а мы думали и все думавшие вслед за поставленным многоточием спешили разобраться в своих думах и невольно спрашивали себя какое в самом деле у них было основание думать не так а иначе не думали только бывшие ночлежники что других приводило в недоумение то для них было ясно как божий день владыка кратко сказал то что пространно толковали им годами владыка звал людей на путь на который они ночлежники давно уже вышли они спаслись уже из ада и хотя грех еще не совсем был уничтожен в них но видели они уже что пала власть его слабеет тьма все видно впереди радость наполняет их сердца и захотелось им поведать свою радость всем отец герасим и отец павел почувствовали настроение своих посом их и встали со своих мест посом и окружили своих пастырей и стала в них одно сердце и одна душа и заволновала эту душу одно могучее чувство как река в половодье вышло оно из берегов пробилось наружу и морем стройных величественных звуков разлилось по залу крепле и голоса слышнее становилось пение и в такт этого пения выше и выше вздымались и груди загорались блеском глаза просветлялись лица с удивлением смотрела публика на этих людей которые так твердо и уверенно пели о пришедшей благодати и чувствовала она что благодать действительно пришла к ним а в голове у каждого носилась все та же недоуменная мысль так вот это и есть то самое а звуки лились и ширились наполняли зал вырывались через окна наружу и смело вступали в бой с беспокойным шумом крикливых голосов дерзко подымавшихся с торговой улицы прохожие останавливались заслышал пение и с любопытством слушались в эту песнь возрождавшихся людей и слышалось им в этой песне что-то знакомое близкое сердцу душу охватывала неясная тоска о чем-то давно забытом утерянном как же так владыка закрывает беседы смущенно спрашивал миссионер своего наставника отыскал его среди расходившийся из зала публики владыка зарапортовался сердито недовольным тоном проговорил профессор это с его стороны превышение власти на это если святейший сенот город спал пред утренним сном ночную тьму начинал уже разгонять слабый свет приближавшегося утра электричество на улицах давно уже было погашено а в окнах крайней комнаты архиерейского дома все еще продолжал гореть огонек это был кабинет владыки весь день на людях владыка ночью только когда все уже кругом засыпало имел возможность урывая от сна время посвящать несколько часов самоуглублению тут он подводил итог пережитому дню собирал свои устремляющиеся днем во все стороны мысли и делал им строгую проверку тут же спешил он пересматривать накоплявшуюся за день частную переписку не всегда эти часы проходили для владыки в душевном спокойствии прошли уже годы его архипастерского служения в новой епархии много добра успел он уже сделать и многое из посеянного дало уже всходы но не дремала и злоба увидев в лице владыки опасного себе врага она ополчилась и стала бить его комками грязи один из таких комков в виде большого мелко испечренного листа бумаги валялся и сейчас перед владыкой на письменном столе возле лежало письмо в котором было написано ваше преосвященство глубокому своему огорчению случайно узнал о готовящийся вам неприятности злоба не дремлет донос послан на вас в сенот случайно попавший мои руки черновик доноса спешу припроводить к вам чтобы вы имели возможность быть готовым к ответу на всякий случай а ваш доброжелатель желчный лист уже несколько раз был прочитан владыкой видно было что боль щемила ему сердце но лицо его оставалось спокойным владыка сидел глубоко задумавшись в доносе подробно описывались в извращенном виде все поступки владыки говорилось о притеснении духовенства аморально разлагающим действие его речей искаженно передавались мысли владыки его взгляд на христианство в заключении автор доноса просил святейший сенот избавить епархию от волка пришедшего в овечьей шкуре под доносом стояла подпись о ревнитель православия да думал владыка странно было бы если бы молчал от злоба отец лжи еще не связан окончательно и пока он на свободе сыны истины будут гонимы об этом предупреждал нас наш учитель гонения не страшат меня никогда не устрашали они всех борцов за евангельскую истину пока враг стоял перед ними в его собственном виде трудно бороться с дьяволом когда он принимает вид ангела света смущаются некоторые борцы за православие когда видят и на знамени врага своего надпись православие затихают их голоса слагают они оружие и прекращают бой но мы имеем возможность разобраться в этом дело христа дело спасения и возрождения людей и если видишь ты борец за истину что вокруг тебя действительно возрождаются люди совершенствуются оздоравливаются и телесно и духовно становятся лучшими знай что ты стоишь в истине и тогда смело борись со своим врагом хотя бы он противостоял тебе со многими знамениями и чудесами а борьба должна вестись постоянно дух земли постоянно тянет человека к низу земля была колыбелью человека но для возмужавшего человечество она стала удобной постелью на которой она взглядывает порой чтобы воспользоваться ею не для оздоравливающего сна а для безмятежного опочивания и спят многие на ней расположившись поудобней спят с ночи до утра и с утра до ночи постоянно приходится будить и не надо смущаться что кто-либо в парасонье отмахнется кулаком или от неожиданного толчка издаст зловоние истинная христова церковь должна вечно будить людей не было еще на земле да и не будет такой формы общественной жизни про которую она могла бы сказать вот оно царствие божие а потому остановитесь люди своем шествию вперед пастыри и архипастыри должны поэтому постоянно пробуждать человечество и горе той земле в которой замолкли их вечно протестующие голоса